итак вот у меня возник вопрос выплевает корневая шейка у сенцев с ножкой или без ножки или без разницы по логике выйти но в общем получается что все сенцы разные и это касается и еще и вишеный слив не только абрикоса в общем приехали смотрите все эти ваши фотографии они показывают совершенно разные результаты на них так вот можно ли считать что какие-то хуже лучше какие-то ближе к смерти какие-то нет все зависит от того об ниже мы об этом поговорим где находится корневая шейка расстояние от корневой шейки до семя долей она может быть разное и умудрились ответить на этот вопрос вы взяли и ответили на этот вопрос каждая семя индивидуально вот и самое главное если у вас получается что вы пошли за природой не за данной которая лариса зовут как уже начинаю забывать николая андреевна по моему я уже извините не нарочно память такая когда она вас призывала садить на 5-6 сантиметров в любом случае ваши семя доли были бы где под землей прощай а вас они над землей во всех вариантах во первых во вторых если даже какие-то вам кажется подозрительными короткие а надо быть длиннее то вы уже сами на этот вопрос ответили освещение больше это ножка назовем ножкой расстояние от корневой шейки до семи долей вот она будет короче а если освещение слабое она будет длиннее но все тянуться к свету вот и мне даже фотографии с подходящей а просто хочу сказать не обращая при прочих равных условиях разная длина этих ножки этой не играет принципиального значения посадили правильно так как природа садит значит все на этом я просто вас постарался успокоить на мне письмо конечно читал с громадом на свою так редко так редко вот такие письма попадаются еще раз ставим читать уже не будем а как не будем я специально выделил пару слов поддержка мажорского ореха внимание друзья не забывайте что у меня осталось то есть пару сотен сотня вот таких и сотня песке с ром то есть сотня садить на следующий год хотя и в этом году могу зайти а сотня сыром песке все для чего читаем это клайка поддержку мажорского ореха вот она пишет то чего я не знал это к лазить йода и не только семнадцатом году весна была поздняя орех свел поздно уже в июне но зато сколько было плодов мы не стали ждать когда они дозреют и будут не скрываемыми а сняли еще молочной спелости и сделали варенье по налоге как делают из грецких в курсе из грецких делают варенье лечебное только чуть дольше вымачивали йода марины отдыхают достаточно по орешку каждый день чтобы не было проблем нехватка йода в организме что такое вот вы помните щитовидка и пошло-поехало вплоть до этого ой страшно говорить а те кто как и мы любят варенье из грецких орехов по достоинству оцените из манджурского ой как спасибо вам как бы я вас целая ольга а это я же все таки чуть не сказал что я хохол мне подарок сделали я теперь знаю что я когда это самое эти орешки будут стоить 12 рублей 50 копеек полцены все таки продам как я угощал семинаристов восьмидесяти граммов это чудо какое-то и вдруг косточки с них кстати когда больше они помельче но ничего это не беда зато каждое дерево дает по 5 по 10 веках так вот это слива северного востока у вас выросли из косточки и дай бог чтоб они не замерзли у них генах а дальше хохот в академическом зале а я говорю что в генах в их генном аппарате в их днк уже присутствует при прикрепились к ним гены от китая который выдерживает 50 градусов то есть они уже достаточно морозостойки но вы понимаете если на них еще что-то привить вы хотите или использовать как подвой то все таки это вам не китайки образно если китайка выдерживает минус 50 ваша слива дай бог выдержит 40 и нехай себе растет если вы будут не как я хвастался там 40 50 80 а бывали 100 граммовая разброс большой вот пусть у вас они будут 30 40 50 грамм да все равно это лучше чем в любом институте вы поняли да здорово да не надо их использовать как подвой дай бог им так вырасти до подвоем трудно у меня выписать эти самые китайки или они такие дорогие тогда на еще раз возвращаясь к вам я тогда говорил об этом еще раз хочу я не могу успокоиться классические садоводы наставить на трех ежегодных обрезках персика как быть во львове при этом мне говорят что если не обрезать нижний скелет на ветке помните о чем вы уже говорили который обгоняет верхний подлет верхние ветки засохнут и дерево заболеет и пропадет чушь собачья это придет пора что положено что вот растет дерево да кто-то еще этого классе это вы так сказать изложили одной из версий а их на самом деле больше вспомните я цитировал это письмо ведущего через него это то же самое слабые умрут так вот что положено там дерево существует свой своя программа до персики даже во львове это ненормально родина то есть не львов понимаете даже во львов они когда-то попали как иммигрант они прижились я же вот это вот поражаясь вам я любуюсь вами да да я бы рядом где моя молодость я сразу забыл про персики ну ладно короче увидите что творится это дерево которое вы до сих пор жалели спасибо вам за это спасибо что мне поверили когда придет пора у дерева начнут с возрастом это будет не скоро у вас дерево еще десять лет не исполнилось придет пора начнут отсыхать ветки это нормальное явление вот и у людей то же самое отсыхает что-нибудь это нормальное явление но дерево выберет само то что ему не надо а вы когда заранее живу ветку отрезаете вы на ночь уменьшаете морозостойкость даже для львовской области а кто мне сказал про холодные леты дожили в сибири лето жарче да у нас ночи холодные но днем на жара а вы говорите вас днем холодно вот до чего дожили а климат меняется а что будет завтра мы не знаем давайте на сексуще дерево не калечить я же это самое уже соображал когда я жил то волонской области рядом рядом с владимиром волонском что я не походил по украинским садам что усидится говорила что 1 декабря начинается зима и 1 декабря выпадал снег может я всегда поражался и не было никаких оттепель как сейчас не было до марта снег лежал как ему положено лежать вот такая были зимы нормально западная это чуть дальше от черного моря которая греет сами знаете причинноморский климат это слякость это сырость это не зима а дурь какая-то оставьте в покое а не посмотрите на дерево нет грибов ничего не сколько мне рассказывали эти ужасы про кубани рядом с вами кубани вы хоть курс если что это рядом то климат считается одинаковый нюанси нет или на кого на тысячи имеет но принципе в не сибирь но там то что творится только все порежутся деревья покалечатся деревья было не то не то съела помните Так, а сейчас я вам еще кое-что Ой, до того Сегодня мне нравятся Вопросы, которые, письма Это просто чудо Вы меня спасаете Это вы возрождаете, помогаете Садоводство российское Ведь дурь, дурь, дурь кругом И вот значит я получаю письмо Из данной Елены Алексеевны Так И за что Она мне однажды сказала, что очень авторитетный садовод Вот, он очень Относится ко мне Благожелательно, скажем так И Предельца, в принципе, такого же Агротехника, как и я Вот Я тут намекнул, правда, легонько Но она взяла и писала мне книгу Доброднейшая, толстая книга, я таких не мечтаю Разочарование Было огромное Через два на третий Опять эти же самые Поняли, да Через два на третий Опять вот это Вот это прям Чуть-чуть Слово-слово Ой А это самое Я понимаю, Елена Алексеевна Она так хотела меня обрадовать Она не смогла Я понимаю Вы меня Этого фамилия Вот, пожалуйста А это учеба Давайте разбирать Дело в том, что от этого зависит Вот, допустим, если По его Я считаю, что это опасный совет Я считаю, что это вредно Что это смертельно Ну, так сложилось Вы уже, Елена Алексеевна Пожалуйста, не осуждайте меня Вы прислали в догонку Вот, мол, смотрите Вы единомышленники Каких чертов Давайте, ребята, разбираться Это очень важно Пока все правильно Корневая шейка Ключевое место растения Которое находится на границе корней И надземной части В виде характерного утолчения Оно может существовать Только если чувствует воздух Отлично Выживимок вымакания Все правильно Чем сырее место Тем хуже переносит заглубление Совершенно верно В случае сильного заглубления Внимание Корневой шейке Растение либо погибнет Правильно Либо попытается Перезаложить ее В положенном месте На уровне поверхности почвы Ну, переложить она Тут я не с первого варианта согласен Либо погибнет Абрикосы и груши Погибнут сто процентов Не перезаложат Вот тут надо было уточнить Яблони с сливой вишней Заметьте, те, которые дают отводки Они из сырых мест У них есть возможность Выжить Нет, не перезаложить Шейка окажется под землей Вот, но гнить будет намного дольше Скажем так И даже может дождаться и урожая И 10 урожая Просто груши и абрикосы Они из сухих мест У них дынючий корень У них корневая шейка Она тоже, как и положено Она очень надежная Но сам штамп Он очень слабенький Вот И гниет И вот получается Читаем дальше Вот пошло Абвг Смотрите Попытается перезаложить Двоеточие Корневая шейка Или узел сердца растения Ну, ладно Пусть будет сердцем растения Неверная посадка Чрезмерная заглублена корневая шейка Вот она Как раз То, о чем я выше говорил Но вы не дождетесь Некорректно Некоторые культуры С хорошей корневой шейкой Могут создавать Новую корневую шейку При заглубленной посадке Ну, это я Фактически Расшифровал То, что я говорил Абрикосы Груши Помрут Я вынес Сливые вишни Не создадут Это самое А просто выживут И, наконец Внимание У плодового дерева Можем усилить корневую систему Путем легкого окучения Сверхозелли Ну, знаете, что происходит С яблоней Может, да, дополнительно корни Еще кое-кто И опять Груши, абрикосы Должно быть стоять Кроме груши, абрикосы Видите Казалось бы Все нормально Все толково А половину сада Считайте, нету Благодаря этим садом То есть, все наоборот Полсада не будет Ну, стоит только Легкое окучивание Сделать Я делал эти окучивания Но как делал Я, естественно Не так выразился Я нанимал людей Вот у наших дам Даже у тех, кого я уважаю Которые работящие Вот это привычки К окучиванию Вы же догадываетесь Картошку-то окучиваем Помидоры заглубляем Правильно? Они же вырастают Хильники длинные Мы их заглубляем Ну, им ничего Они дают лишние корни Но это помидоры И картошка Привычка та же Знаете, когда В питомник тяпаешь Расстояние между Саженцем Где-то 30 сантиметров Где там махнешь Этой тяпкой? Как? Да еще Чтобы остановить тяпку Острое лезвие В миллиметре От штамба Нет-нет, да зацепишь А чтобы не зацепить Что делает? Слегка окучивает А потом я хватаюсь за голову И начинаю обратно Разокучивать Уже руками Спасибо, говорю, за науку Вот тебе деньги А потом хватаюсь И их же заставляю Разокучивать Потому что потом Начинается гниение Дерево угнетается Привыкает яблони Привыкает слива Немножко угнетается Хуже растет Как когда Просто посадил Да правильно Но потом еще Подокучил Я это проверял Не на одном дереве Не на десяти Не на сотнях На тысячах Поэтому говорю Повнимательнее будьте Друзья мои Даже уважаемейший человек Который я ставлю На две головы Выше любого ученого Жаль не могу Вашу фамилию назвать Потому что я здесь Немножко Прошелся по вам Пожалуйста Вот это я когда-то Показал Вот Этот человек Который Осмелился Не просто отрезать А он научил Тысячи людей Как рисунок Обрезки сломаны Или слишком длинные корни Слишком длинные корни Это Счастье Саженцы От этого В Северной России Это же вам Это Знаете для чего еще отрезают Правильно Улучшают корни Смотрите А это корень Это мой сад Маньчжурского абрикоса Двухлетки Он почему такой маленький Ну там метр С кепкой Почему? Потому что он был пересажен Он оброс такими корнищами Это мечта Для питомника Кого-то Правильно Он же был пересажен Тут был Жик Поневольно Был обрублен И мне говорят Что это улучшение корней Но я взял в своем саду Потому что питомник Это Одни корни А у вас какие должны быть корни Не лезьте в Сибирь Не лезьте в Вологду Не лезьте в Ленинград В какую область Со своими советами Посадил дерево Вот он полез корень И пусть лезет Вот он полез корень Когда мне премию дадут За то что я выкопал Такое это Я же для вас стараюсь Я между скиньтесь На коня В конце концов Заработал Вот Итак Что Что абрикос У меня много таких фотографий Что яблоня Что персик Особенно Никакого улучшения корней Никакой пикировки Забудьте Это слово пикировка Должно стать матерным Так Глотучик Ох Разошелся Сегодня Засыпаюсь за деревья Мне кажется Громче ору Больше Это толку На самом-то деле Знаю Что себе Хуже делаю А врагов-то Сколько Склокин Владимирского Знаете Почему Здесь Ваша Садовод Я думаю Что вы настолько Продвинутый Садовод Где-то вы Про питомник Упомянули Так что Это Для Жития Европейской России Вы Находка Поэтому Я и ваш Электронный адрес Не стал Как у других Убирать Вот Вот Ваша Фотография Умнейший Мужик Вот он Холм Вот Самое Интересное Да Вот Если взять Вот это Дерево Это Сосна Пройдут Годы Десятилетия Они же Долговечные 50 лет Точно Живут Вот И вот Эти ветки Начнут Отсыхать Но только Я уже не знаю Как можно Советовать В молодом возрасте Их убирать Они Кормят Дерево Раз Они не дают Осадкам Проникать Вот это Место Святое Оно Вопиет Николаевы Умницы Это Самое Я не знаю Вот Таких бы Николаевы Миллион У нас Сады были бы А у вас Всего-то Нас Двое Трое Кто Это Заметил Не Должно Быть Тут Осадков Здесь Жизнь Кипит Подземная Клера Вот Смотрите Я Тогда Говорил Говорил Но Все-таки Я по-моему На вопрос Не ответил Я Это Самое У нас Весь Завален Бутылками Банками Мусором Весь Сианский Бор Это Страшно В самой Красивой В мире Это Страшно Вот Закапывать Как я Учу Ну вот Послушалась Меня Наверное Лера И Чего она Боится Консервная Банка Можешь Закапывать Яблоки Содержат Железо Тем более Да Я скажу Яблоня Можешь Железо Пусть будут Банки Под яблонями В доступных Истучиях Говорил Шристианки Можно закапывать У меня Сомнения После Прослушенных Вебинаров Шристианка Будет Проводником Холодно Поверьте Ничего не Будет Закопайте На полметра Будет Железо Ваших Деревьев А что касается Проводников Холода Верда Вот Гораздо Серьезней Когда Эти самые Я уже Материтик Неудобно Этих Видим Они Трубы Закапывают Вообще Эта дурь Когда закапывают То железная Труба То пластиковая Труба Вот Дурь Невероятная Это надо Придумать Что дерево Якобы Нужно Чтобы Была На метр Вкопана Труба И в нее Воду Подавать Вот Вы знаете Вот Да Николай Почему У вас До сих пор Это же Как Может быть Это рукотворное Дерево Может Вы сюда Или кто-то До вас Привез Ему лет 15-20 Кто-то Привез Посадил Почему До сих пор Труб Нету Метры Вкопать По периметру Четырех сторон Трубы И поливать И поливать А вы скажете На хрена А я скажу А яблоням На хрена Не пробовать Ведь это же все Снег Защита От мороза Далее Дерн Защита От мороза Разве можно Эту защиту Пробивать Но Кто-то Говорит Тепло Снизу Будет Вверх Подниматься По этим Трубам Ой Тьфу Господи Материться Начала Так Искренне Благодарю За прекрасные Вебинары За книгу Которую мне Прислали Это кто У нас Ирина Гордон Алтай Просто Уникальная Книга Собрана Основной Ценной Спасибо У меня И у этого Лежат их Тысяча Или две Как-то Они Собираются Лежать Еще До моей Смерти Это точно Вот И кстати Это не значит Что Они не нужны Или что Они не Интересуют Вот Дело в другом Люди Не знают Про эту книгу Кому надо Выписать А остальные Просто Не знают А от вас Помощи Друзья Никакой В этом плане Уж Придумать Такое Как Подарок Как Книга Она Всегда Была Ценным Подарком Но уж Если Садоводу Подарить Сэкономить Ему Можно Десять Тысяч Двадцать Знали Бывает Сколько Миллиардов Выбрасывается Каждый Год Я Это Знаю У У меня Был Панический Страх Занедачный Прививак Так Которая Делала По методу Тех же Изуверов Моя фраза Изувера Себя Долго Не могла Прийти И было Жаль Сальца Которая Погибла Ну Да Зато На книге Сэкономили Тех Кто Ко Угиб Так Решила Буду Освавить Науку Жаль С моего Компа Макса Нет Обратной Связи Время Вебинара Программа Не работает Решила Написать Ну Потом Все равно Что Видите Огромная Ошибка Была Что Я Сильно Предпоздала С посадкой В грунт Не Было Возможности Кстати Это у многих Я высаживал Ветерки Бутылки Горшки Пакеты А когда Разворачиваю Это все При посадке Отчаянно Рыдала От жалости К ним Я никогда Больше так Не буду делать Никогда Не заставлю Гордое С водолюбивое Дерево Ититься В кулечко Вот Многие Выжили Но не благодаря А вопреки Особенно По теме Которые Выросли На грядке Контраст Потрясающий Сальца Накрывала Обрезан 30 литров Пивными Кегами Собирала Их Всю зиму Сальца На грядке Сидят Там До сих Пор Здорово Да Ну Значит Будем Надеяться Николай Так Вот Это Письмо Просто Прочитайте Оно Философского Типа Это Его Тоже Вот Лес Начинает Прореживаться А О чем Говорил Помните Берите Больше Кидайте Садите Гуще Вот Что я Советую Вот Видите Какой Какой У нас Николай Умный Выживает Сильнейш Устроена Природа Не исключаю Саду Может Пролезать Если Очень Стараться То Из 100 90 Вырастет Вот И не Значит Что Они Даже Хотя Полно Погибнут Ну Я Практически Не Погибают Год Один Два Ну Садцы Где-то Сотни Сотни Да Нет Пожалуй Выживает Сильнейшая Это Верно Но Если Не Калечить То Они Почти Все Сильные Так Так Ну Что Закончим На Этом Нет Обещал Ответить Человеку Когда Лучше Пересаживать Корневые Отводки На Постоянное Место В горшке Весной Или Осенью Вот Если Весной Это Для Выполнения Привык Или Лучше После Корневые Отводки Можно Капать Весной Или Осень Вопрос Только В том Будет На Них Много Корней И Они Обычно Слабенькие Слабенькие Я тут Могу Целую Вам Лекцию Про Корни Прочитать Поэтому Я Просто Ограничу Советом Вот Это Мой Сад Вот Это Вишня Взрослая Вот Это Отводок От Нее Вот В середине Лето Взял Обрубил Пуповину Нащупал Ее Острые Лопаты Перерубил С этого Момента Она Ничего себе Не сделается Она Будет Продолжать Развиваться Но Уже В обе Стороны Верх И Вниз Может Верх Чуть Медленнее Потому Что От Мамки Перерубленная Пуповина Но Корни Нарастут Так Что Потом Сильнейшая Обрезка Прямо При Выкопке Вот Так Где-то Не Жалея И Вот Такой Ком Земли Столько Корнин Растет На ней Что Вы Можете Уже Осенью Пересадить Не боясь Но Попозже Если Это Обрублено Летом Например В сентябре Даже В октябре Если Ком Земли Вот Такой Получится Смело Садите Ничего Си Не Будет Надо Летать Подбирать Сорта Подбой Прямой Относительно Их Перед Отсветения Чтобы Светение Был Толь Самый Перед Не Надо Вот Я Об Это Долго Нудно Рассказывал Пестики В Одно Время Даже Даже В одном Цветке Пестик Тычинка Не Обязательно Созревает В Одно Время Поэтому Подбирать Соседей Супругов Настолько А тем Более Часть Из них Обязательно Попадает Под заможги Причем Мы не знаем Первые Которые Зацветут Или Последние Которые Зацветут Принцип Только Один Садите Больше 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 Садите Гуще Гуще Вот Как я Утверждаю Как Склокин Утверждает Вот Там Они Сами Разберутся Прорядить Успеете Но Если У вас Зацветет 5 6 7 Деревь Не 2 3 Как учат А лучше 5 Лучше 6 Лучше 7 Лучше 8 Лучше 9 Лучше 10 Видели Как у Меня Тогда Урожаи Будут На Всех И не Надо Выбирать Если Если Б А Второй Б Или Так Номеровать Первый Второй Треть Четвертый Восьмой Значит Второй Восьмой Аппылит Восьмой Четвертый Четвертый Первый Поняли Принцип Вот так Прививка Я имею ввиду Сад Сартами Клонами И вот Получается Что Я берегу Все Даже Самое Невкусное Таких У меня Осталось Несколько Всего С каждым Годом Набирают Непривитые Абрикосы Непривитый Вкус Набирает Цвет Набирает Вес И Все Больше Все Нет Все Меньше Становится Похоже На родительское Дерево Все Меньше Меньше Это Великолепные Соньки Компота У меня Сейчас Три Морозилки Все Забиты По уши Я не знаю Куда Девать Я Всем Приходят Говорю Возьмите Пакетик Все Забито А почему Потому Что С них Вот Этих Вот Которые Из Косточки Даже Они Сладко Кисло Сладкие Кислых Нет Все Съедобные Это Манжелис Был Кислый А вот И он Уже Окультурился Тоже Поработали Соседи Поэтому Не надо Перепрививать Если Во-первых Не умеете Или не хотите Нехай растет Вот Вы без Урожая Не останетесь Наоборот Любое Непривитое Дерево Более Морозостойкое Более Надежное Чем Привитое Потому Что Привитое Дерево Это Две Срочные Насильно Половинки Между Которыми Борьба Может Продолжаться Годами Та же Как Кто Спорит Что Разве Длинный Век У тех Кому Сердце Пересадили Печень Почка Ну Сами Подумайте То же Самое Это Поэтому Вырастили Хорошо Подумайте Привать Или Нет Если Вы Просто Судовод Вот У вас Даже Уже Они Мои Например Уже Будут Ничем Не Хуже Чем В Культурных Садах Которые В Селекционных Садах Ученых В Академиях Уже Не Хуже А Если Еще И Привьете Не Зря Что Они Мне Таскают Фотографии Приславят Сибирская Академия Когда Увидел Красуется Фотография Латинкова Там Рука Его Жены Ветка Абрикоса И написано Амур И это Самое Коробок Спичный Его И рука Жены Его Гали Вместе С рукой Жены Приватизировал Настоящая Я только Не говорю Даже Не хочу Намекать Даже На Какой Область Или край Сибирская Настоящая Академика Присвоила А мою Я Круче Моя уже Несколько Присвоили Вот Ученые А если Брать В целом То у меня Уже Сотни Присвоили Так Вот Друзья Мои Абрикос Даже И привитый Может быть Чудес Еще потому Что Когда я Посещал Рынок Я все Сам Вырастить Не мог Тут Надо Действительно И мечтат Ну Кто Мне Даст Сист Он Сист Да Кто Ему Даст Помните Анекдот Так Вот Так Как Я все Не смог Но Я на Рынке Обязательно Спрашиваю Откуда Дровишки Где Взял Дерево С которого Вот Медро Оберкос Растоит И Половине Случа Мне Сказали Клянусь Богом Такие Вещи Случались Довольно Часто Может Не Половине Случа Ну Во Многих Случа Я Вырастил Сам Из Косточки А Половито 30 Грамм 40 Грамм 50 Грамм Представляете А теперь Думайте Надо Потом У меня Заказать Чернок Академика Сто Граммово Воинли Королевска Восьмидесяти Граммовых Сувенир Востока Восьмидесяти Граммового И Стоит Ли Привить Но У нас Всегда Были Есть Художники Такие Как Чернобаев Поэтому Я Не говорю Никаком Случа Не Привайте Вы Должны Полсада Вырастить На Корнях Это Я Уже Подвожу Итог Своей Длинной Речи Вы Должны Полсада Вырастить На Собственных Корнях Это Страховой Фонд На Все Случа Жизни Вот А Вторая Половина Привайте 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 Вот Сейчас Я Сделал Два Десятка Прививок Снова Персикового Абрикоса А он У меня Теперь Три Разных Который Из них Даст Плоды 150 Грамм Я Не знаю Буду Растить Все Три Но По крайней Мере Я знаю Ради Чего Стоит Дальше Жить Потому Потому Что Если Это Примерно Звучит Так Если Прыгает На Два Метра Спортсмены Мастера Спорта Это Здорово То Вы Тут же Прыгнете На Два С Половина А я На Три Метра Вот И Дальше Читаю Зачем Перепеливать Персик Выращенные Скотики Если Он В отличие От Абрикоса 90% Суще Дает Хорош Седобные Плоды Персики Тоже Особенно Если Они Не имеют Супруга Крупноплодного А Сам Себя Опыляет Бескороточная Связь Называется То Они Тоже Деградируют В том числе Мельчают Плоды Вот Вернуть Им Обратно Можно Можно Например Вот Вы Одно Поколение Вырастили Да Сведобные Морческие Свинка Следующие Поколение Еще чуть Мельче Следующие Чуть Мельче А Следующие Вообще Казалось бы Нового Это Разочаровало Там уже Плоды 20-30 Грамм Срезаете Веточку Прививаете На Подходящие Это длинная История На какой Именно Ну Например На тот же Манжурский Абрикос И снова Плоды 100 Граммовые Поняли Опять Хохот В академическом Зале Зато Интересно Это Сам Прикалываться Над теми Кто Сам Это Растить Не может А поверил И не пробует Потому что Поверил Тому Чему Его Учили В инститете Не те люди Значит Пошли В ученые Можем ли Привить Абрикосный Персик Опять Обрезали Что Значит Моростойкость Не повышается Ну Подробнее Кто вернется Увидит Но Это Касалось Допустим Понятно Что Прививка Менее Моростойко На более А тут Абрикосный Персик Значит Тогда Должны Другие Причины Что Вы Хотите Привить Абрикосный Персик Моростойкость Вас не интересует Потому что Персик Менее Моростой Тогда Что Может Заинтересовать Ну Например Привитое Дерево Чаще Всего Дает Более Быстрее Вырожай Вот Ну А тогда Оно Должно Хотя Быть Соразмерно По Как бы Назвать По Крупности Что Ли По Росту По Ширине По Длине По Высоте Хотя Но Все Таки Персик Хотя Рослое Дерево Считается Но Абрикосы Как до Неба Поэтому Тут Еще Вступает Всегда Когда Приваешь Больше На Меньше Это Лишний Фактор Не Только Генетической Биологической Несовместимости Чистой Генетики Но Еще И То Что Они Разные По Росту А значит Абрикос Начат Персик Обгонять Значит Короткий Век Поэтому Подвожу Я Еще Не Все Сказал Там Еще Есть Несколько Причин Почему Еще Мы Привая Но Хотя Б Это Вот То Что Я Сказал Достаточно Чтобы Отсоветовать Вам Привать Абрикос На Персик Нет Такой Необходимости Но Никто Не Отрицает Это Вот Знаете Я Разговарился Мы Сейчас Закончим Разговор Чернобаев У меня Пару Раз И Пошли Кус Изменили В лучшую Сторону Ростой Явно Хороша Раз Не Замерзли Крупность Красота Он За меня Не Спрашивал Молча Взял Приехал Ко мне Нарезали Несколько Сортов Венгерах Привил Получил Это Лучше Улучшил Помните Я Еще Упрекал Что Я Ну Так Полушудя Что Сорта Испортил Вот Пожалуйста Поэтому Сказать Что Ни В коем Случа Абрикос На пирже Привайте Привайте Так Последнее Всегда Все Корневые Отростки Это Дички Именно Абрикосы Сливы И Вишни По Порядку Абрикоса Я Никогда Не Видел Корневых Отводков То Есть Это Вопрос Не Ко мне Вдруг Где-то Вдруг Все-таки Есть Такие Что-то Что Дает Отводки Корневые То Где-то Растет Дерево Где-то В метре Раз Выросла Я Иногда Подозревал Потом Оказывается Коточки Простали Так Сливы Вишни Сливы Вишни Дает Отводки Хорошо Дают Вот И Тут Вопрос В любом Суще Прибать Нет Смотрите На маму Отводок Такой Же Будет Так Что Смотрите Сами А Я Наверное Давайте Так Мы Время Наше Истекло Еще Надо Немножко На вопрос Будет Столько Интересного Столько Интересного А что Делать Ну Естественно Следующую Субботу Я вас Жду Так А сейчас Я Может Найду Этот Момент Сейчас Еще 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 Это так Вдруг Кто-то Не увидит Следующий Имейте Виду Субтитры 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 Субтитры